На большой утренний эфир на телеканале Санкт-Петербург Николай Растворцев, Мария Новикова, Ахонская И как и обещали, рассказываем вам подробности И так, уже в эту субботу Александр Сергеевич Пушкин прогуляется по Приорадскому парку Гатчины Именно там, к дню рождения великого поэта сыграют мюзикл О Пушкине, Роке и Любви Мы поговорим с музыкальным руководителем постановки дирижером Михаилом Голиковым Михаил, здравствуйте, рады вас видеть в нашей студии Доброе утро, взаимно Спектакль о солнце русской поэзии пройдет в абсолютно разных жанрах, обозначенных уже Николаем, как вы думаете, сам Александр Сергеевич оценил бы этот жанровый диапазон? Давай его обозначим Рок, джаз и даже рэп Вот, я как раз хотел сказать, что думаю, что Александр Сергеевич рэп оценил бы точно абсолютно, потому что мне даже до сих пор как-то сложно представить, аж мурашки бегут по коже когда вот эти строки ты кладешь на какой-то бит и понимаешь, что да нет, поэзия Пушкина она удивительно музыкальная она удивительно звучащая значит, ее можно отобразить по-разному Действительно, в нашем мюзикле который 3 июня я надеюсь, увидит много зрителей мы всех приглашаем он, кстати, в парк свободный поэтому можно спокойно приезжать погулять в Гатчину вообще вспомнить о дне рождения Александра Сергеевича ну и мюзикл мне очень часто задают вопрос вообще, как Пушкин и мюзикл ну, с одной стороны, мне кажется что мюзикл сегодня настолько популярное модное явление что ничего в этом такого знаменательного нет с другой стороны, все-таки вот эта постановка вообще, вот это сочинение для музыкального театра очень необычно потому что это мюзикл о поэте про поэты про его жизнь про его роковую любовь поэтому тут вот Пушкин рок любовь это, конечно, с одной стороны роковая любовь а с другой стороны все-таки конечно, там будет и рок-речитативы конечно, там будет овердрайв электрогитары все это, кстати, вместе с большим, полным симфоническим оркестром это ваша задумка насколько я читал именно добавить гитару ритм, секцию нет, нет вот здесь я сразу поправлюсь это не моя задумка это задумка композитора Виктора Васильевича Плешака нашего замечательного ленинградского петербургского композитора который, между прочим вместе с либретистом Олегом Ярневым 15 лет готовили это сочинение то есть это вообще представить как Виктор Плешак 15 лет назад сочиняет рок-мюзикл было трудно поэтому так и шло постепенно да, поэтому там началось с Пушкина потом, я думаю, все-таки постепенно стал добавляться рок ну а в результате, конечно, любовь любви будет много мы добавили туда по вкусу своей немножко любви там поперчили ну, конечно какой период мамушка, прости, пожалуйста я все хотел уточнить про рэп а на рэп это стихи именно Александр Сергеевич положили или это специально созданный текст был положен или мы там я помню чудное мгновение вот, конечно, взяли и раскрыли так сразу всю интригу и все секреты интересно, прости честно скажу хотел оставить это в тайне но раз уж вы задали вопрос скажу нет, мы не стали все-таки рисковать и класть именно стихи Пушкина конечно, это в стихотворной форме то замечательное либретто которое создавали Аскаревич Ернев конечно, оно легло все-таки на рэп-бит и там есть потрясающая сцена игроков в карты с Пушкиным который вот прямо прямо такой коллективный рэп когда один у другого перехватывает но А две строчки, Михаил? Не буду не буду не буду не буду но вы знаете дирижер самое безмолвное существо в любом музыкальном процессе я сохранил свою позицию статус-кво Да, Маша, теперь пожалуйста Какой период охвачен из жизни великого поэта и насколько документально точно воссозданы те или иные события которые вы отражаете в своем мюзикле? Вообще вся жизнь Александра Сергеевича начиная вот с самых ранних лицейских лет и до рокового выстрела охвачена в этом мюзикле в этом, наверное, его я считаю и ценность и красота и необычность с точки зрения точности документальных событий все создатели спектакля постарались максимально это соблюсти но театр есть театр все равно какие-то вещи можно чуть-чуть утрировать каких-то можно чуть-чуть взять но должен сказать одно ярчайшие сцены ссылки Пушкина в Одессу в Грузию с грузинскими танцами с невероятными какими-то вот этими погружениями настоящими погружениями и в эпоху и в стилистику тех жанров которые мы постарались максимально ярко показать в этом спектакле то есть это получается шире даже чем мюзикл у нас есть песни у нас есть специально созданная музыка у нас есть балет танцы это прям такое мне кажется путешествие абсолютно абсолютно кстати правильное замечание действительно это шире немножко чем мюзикл который скажем так завоевал российскую сцену последние там 10 может быть лет который более более бродвейский мюзикл я считаю что у нас в России есть свой мюзикл может быть он не так часто представлен хотя я вижу его на афишах и стараюсь посещать спектакли это конечно мюзикл который продолжает жанр апеллеты нашей прекрасной замечательной апеллеты где есть все где особое внимание уделено все-таки музыки ее интонации ее удивительной глубине и вот здесь конечно композитор Виктор Плешак действительно создал настоящий петербургский мюзикл ну хотя бы сказать что вальсы там присутствуют постоянно мазурка тоже есть то есть вот это ощущение парадного Петербурга ты в него попадаешь сразу и при этом все-таки не опера а все-таки жанр современный и вы тем не менее создаете ощущение парадного Петербурга в парке на открытом воздухе а если вот начнется буря мглою небо мглою небо да 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 а если вообще что касается акустики все-таки не зал ну а первое для этого у нас есть как те самые картежники которых я уже упомянул они будут крыть картой и бурю и мглою и все остальное и мне кажется для хорошего спектакля не бывает плохой погоды огромный пример собственного опыта когда и гроза и гроб налетали но зритель все равно оставался верен тому что тому путешествию в котором мы его вместе с музыкантами отправляли акустика конечно да но в приоратском парке вы знаете да озеро удивительная природа сам приоратский дворец мне кажется они уже создают невероятную гармонию которая помогает для любой акустики ну а профессионализм в выборе правильных технических средств я думаю нам в помощь в выборе правильных дирижер рассказал над водой как известно звук всегда летит далеко вопрос связан с тем за сколько приходить и какая публика если коротко то есть это для детей для семей для тех кто изучает Пушкина и опять же кто-то придет с утра скажет хочусь в первом ряду значит я расскажу очень кратенько сам мюзикл начинается в 17 часов это удобное время как раз закончить прекрасный праздничный день вообще суббота в районе 6 июня в районе дня рождения Александра Сергеевича в Гатчине это всегда традиционный пушкинский праздник там много разных мероприятий непосредственно в Приоратском парке в 3 часа дня у нас начнется небольшой спектакль сказки Пушкина куда можно прийти с детьми вспомнить замечательные любимые сказки которые я надеюсь до сих пор родители читают детям не только на ночь но и даже днем ну а в 17 часов этот мюзикл я рекомендую посмотреть всей семьей потому что дети поймут на своем уровне подростки на своем взрослые точно на своем каждый откроет что-то в нем новое и всегда мне кажется после такой премьеры можно обсудить повспоминать те страницы жизни великого поэта которые может быть кем-то забылись а кем-то заново открылись или попытаться положить то или иное стихотворение на рэп кстати поэкспериментировать дома почему бы нет Михаил спасибо вам большое за ваше участие в нашем эфире